13 мая 2018 года сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Твери при несении службы заметили на улице Можайского мотоциклиста, который двигался с нарушением правил без шлема. Полицейские развернулись за нарушителем и потребовали его остановиться. Но тот на законное требование сотрудников полиции не отреагировал и попытался скрыться. Автоинспекторы организовали преследование. Водитель Хонды проследовал по улице Королёва, Бурашевскому шоссе, затем вышел на федеральную автодорогу М10 Россия. В ходе преследования водитель мотоцикла неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения. Перед деревней Поддубки, используя специальное место для разворота встречного транспорта, мотоциклист попытался уйти от преследования. Однако полицейские сумели прижать его к обочине и задержать. При проверке водителя оказалось, что 24-летний мужчина трезв, имеет право управления мотоциклами, транспортное средство, на котором он ехал исправно и зарегистрировано в установленном порядке, в наличии полиса САГО. Водитель объяснил свой поступок нежеланием платить штраф в 1000 рублей за отсутствие мотошлема. За все время преследования водитель три раза проехал на красный сигнал светофора, три раза выехал на полосу встречного движения, развернулся в нарушении требования дорожных знаков. Если добавить к этому списку еще не остановку на требования сотрудников полиции и движение без мотошлема, то общая сумма штрафов, часть из которых назначает суд, может достигнуть 22 тысяч рублей. Кроме того, есть вероятность, что за три выезда на встречную полосу движения суд примет решение о лишении молодого человека права управления транспортными средствами. Хотелось бы отметить, что преследование мотоциклиста могло бы закончиться абсолютно по-другому, как это было в начале мотосезона 1 апреля 2019 года, когда водитель мотоцикла Кавасаки наехал на дорожное ограждение и получил серьезные травмы. К счастью, в этой ситуации все остались живы и здоровы. Госавтоинспекция Тверской области призывает всех водителей мототехники строго соблюдать требования правил. Это залог вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.